Всем привет, привет, YouTube, Солнечная Толя на правде. Не хотелось мне идти в магазин, на улице такая жара стоит. У нас где-то в 5 утра, наверное, где-то дождик покапал, 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 покапал. Блин, дышать вообще просто нечем. Не было такого сильного дождя, обильного, знаете. А потом думаю, ну, пацанаш надо кормить, потому что мои-то и сухой корм едят. Ешь, ешь, не говься. И пришлось заходить в магазин за консервами. Ну, а там, естественно, за консервы, потом хлеб купишь. Тихо, подожди. Потом это самое яйца взяла. Опять набор котлет, две пачки. Они хорошо их едят. Кушай, куда ты, Симон? Пусть пацан поест. Боже, какой голодный. Сухой-то корм оставался, а так, конечно, ему хочется полакомиться. И моряк, когда кушает, он тоже дает себя гладить, да? За еду все, продадите все за еду, за еду-то, да? Ой, как раз получается три кошки, три кошки, которые я приютила, кстати, у себя. Моряк, Кика и Бакс. Два пацана. Как кушает. Консервы очень вкусно пахнут. Я даю вот так вот в обед, и потом вечером даю две консервы, вот так вот на всех. Опять же, говорю, у меня, видите, вот Машка, она вообще не ест, консервы она не любит. Две-три консервы на один. Плюс сухой корм. Мура, что ты там вздыхаешь? Разнеукалась. Кушай, морячок, кушай, мальчик, кушай. Видите, девчонки, наш бар закрыт сегодня. Мы с Сашей, сейчас, машина, Саш, пойдем в другую. У них называют, ну, оно как кафешка, но называют там, типа, бар. Саша, поздоровайся со всем. Привет. Саша сдала экзамен на первый день. Каникул. Ой. Я сегодня себя ненавижу в том плане, что я, короче, сейчас так наелась, у меня пужа. Аж тут стоит. Жесть. И такая крепатура вообще. Ноги тяжелые. Чувствую все мышцы между ног и в ногах. А, зонтов нету, закрыто. Пойдем туда до Диего. Диего наш. Он по-любому открыт. Представляете, такая крепатура на ноги. Это жесть. Саша вчера сдавала экзамены, я сидела у нее на экзамене. Очень понравилось то, что пришли поддержать Сашу самая-самая-самая последняя. И что остались детки, которые сдавали раньше, домой не ушли, остались Сашу поддержать. Да, да, я же говорю, что они, сон, ремасты, которые сдавали в течение дня, потом пришли. А, они, а когда они будут делать? Они через неделю будут сдавать, то есть они специально пришли к Сашке. Было очень приятно. Есть сколько там, человек 10, наверное, сетты, да? Детчик, ванте Иронов. Новый. Девять детей, по-моему, пришли. Все закрыто, здесь тоже закрыли. Ну, откроется пиццерия позже. Сейчас она закрыта. Я сегодня после беда так хорошо дремнула. У меня что-то много. У вас, выкачка, Сашкея на море. У нас сегодня очень парит, жарит. Прям вообще погода ужасна. Тяжелый воздух такой. Жесть просто. Оп, спит, отвечаем. Ну, все, домой пришли. Сейчас эти бабочки переодены. Знаете, сразу пошатить себе, друзья. Наверное, думала, что я буду еду раздавать. Слушайте, девчонки, ну что, экзамены прошли. Хочу хвастаться. Тройки, четверки. Вот, но все равно хоть сдала. Ну, хоть сдала. Короче, смотрите, я фруктов насобирала. Вот такие вот растут фрукты. Вот изи. Не знаю, как правильно называются. Вот такие вот, видите. Вот это вот срезается черное. Иногда они там красивые, вот такие вот ровненькие. Иногда... Боже, я на них просто присела. Я их попробовала в этом году первый раз. Я не знаю, как называется. Даже не помню. Нормально так вот моешь, когда разрезаешь. Там, знаете, такие косточки интересные. Вот такие вот, видите, косточки. Несколько. Кожуру обрезаю. Девчонки, ну что, хвастаться... Ну что, сдала себе, сдала себе. Все, начались каникулы. Гитлер ее к себе зовет. Звонил он ей. Мне он не звонил. Забрал Маргариту, больше не звонил. Отец детей, я имею в виду. Кто не знает. Там есть плейлист, называется Семейные драмы в хорошем качестве. Там все его жены, все его дети. Можете посмотреть. Вот, зовет ее... Конечно, он зовет ее не потому, что он соскучился за детьми. Он ее зовет, потому что надо наобещать его дочке. Маргарите. Чтоб за Маргаритой присматривали. И все. Только поэтому. Хочет, пусеет. Доброе спасибо за ваши комментарии. Что-то я вчера... Ну, бывают такие, я думаю, минуты-две минуты слабости бывают у каждой женщины. У мужиков он по 10 минут слабости. Ничего. Пол жизни в слабости. Ничего, вот так вот я обрезаю шкурку. Видите, такое... Он не похож вкусом ни на абрикос, ни на что. Вот мне как дыньку он напоминает. Но если его положить в холодильник, они будут холодненькие, будут еще вкуснее. И арбуза хочу несколько дней. Но мне просто лень идти покупать арбуз, потому что его надо на себе тащить. Ммм... Такой ненавязчивый фрукт. В нем немного... Как ты здесь хотят? В нем немного сахара. Такой непритерный. Я считала все ваши комментарии. И в предыдущем видео я делала женщина, написала, что... Вы что хотите, что вас пожалели? Специально... Ну, я не специально плакала, но просто так получилось. Ну, пишет там... Ну, она пишет там, что ты там... Ты ничего не делаешь. Все время начинаешь-начинаешь. Сама на одном месте крутишься. Сейчас я дам, как там еды. Сама все время на одном и том же месте крутишься. Типа тряпки, трусы, духи. Ну, типа никакого, типа там... Никаких консерваторий в Риме у тебя нет, ничего. Типа вот меня учили всю жизнь учиться-учиться. Там и учиться. Ну, знаете, что я хочу сказать? Спасибо за комментарии, за развернутые. Ну, вот вас вроде учили учиться-учиться, учили вас-учили. А вот элементарным вещам, таким как сострадание, видите, их не научишь. Что там сострадание, или там... Чувство жалости, оно нехорошо, когда применяется по отношению к людям. Ну, вот сострадание, чувство понимания. Вот этого, конечно, в жизни вас не научили, потому что в институтах, в школах этому не учат. Оно или есть, или его нет. То есть элементарное какое-то... Какого-то даже понимания по отношению к незнакомым вам людям. Понимаете? Даже так, как вы выражаетесь. То есть этого в школах, в институтах не научат. Понимаете? Так что... Комментарии-то вы хорошие написали, развернуты. Понятное дело, что это ваши мысли. Вот. Но... Я не знаю. Мне кажется, что вам дали образование, а вот сердечности, открытости вам не дали. Ну, это мое мнение. Что, девочки, погода вот такая вот себе, что на улицу даже макушку не высунешь. То я ныла дождь, но не я вообще. Мы там... Ой, дожди, дожди. В Италии, дожди, дожди. Теперь на тебе. Блин, один за одним день солнце, 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 солнце. Пьёк. Всё. Вот такие вот новости. Новости. Вот такие вот коротенькие видео, потому что новостей никаких. Вот. Сейчас я по делам. Мне надо ещё забежать купить мыло. Интимное. Такое простое мыло. Надо ещё успеть купить, пока магазин будет открыть. Открыть. Господи. Я просто... Я серьёзно устала. Там написали в комментариях, у вас глаза грустные. У меня они не грустные. Я просто устаю. Ну, тем более такая жира, это понятное дело. Я устала. Я немножко переспала. Вот я легла, наелась в обед. Причём много наелась. Поняла, что много не надо было столько жрать. И это самое. Я где-то там на несколько минут заснула. Девчонки, знаете что? Я смотрела фильм, называется «Фантом». Играет, 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 играет. Роли играет. Майков играет. Я думаю, что Майкова это самое. Я вообще, ну, Майкова сильно не любила. Ну, как актёра, я имею в виду. Играет. Я думаю, что это у него в этом фильме роль. Она, наверное, бы потянула бы и забрала бы все Оскары Голливуда. Как он играет, это вообще-то, это надо просто смотреть. Это сумасшествие. Это сумасшествие актёра. Это насколько прирождённый человек находит и занимает место в своей профессии. Майков играет и играет Трибунцов. По-моему, правильно фамилию я произношу. И вот в главной роли играет, который играл мальчик. Вот Саша его зовут. Красивый такой актёр, мальчик такой красивый. Мужчина. Он играл в фильме «Хиромант» и играл в фильме «Побег». Вот Чурников, Черников, Чурка. В общем, Чучунька. Вот фамилия на букву «Ч», и я не могу его запомнить. И Юра Александра, и Александра его зовут. Не могу вспомнить. Посмотрите обязательно. Называется фильм «Фантом». Обалденный фильм вам понравится. Я вас сейчас спрашиваю, какие я фильмы смотрю. Обалденный фильм вам понравится. Обязательно. Потому что на роли «Как играет Майков» вы зацените, я вам говорю. Играет потрясающе. Это такая энергичная. Это, я не знаю, переиграть его, его никто не переиграет. Бакс, 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 бакс. А что вы уже всё? Вы ещё не успели выбежать, вы уже всё поели. Пацаны, вы что? Что-то сегодня все нажираешь в квартире. Я вспотела ещё. А? Бакс, 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 бакс. Чего вы все налетели? Вы уже всю тарелку съели и пацану ничего не оставили. Бакс, 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 бакс. Вчера Марьяша ко мне пришёл, морячок, лёг со мной. Спал, прям мастился, мастился. Давно такого уже не было. Прям мастился ко мне. Да, морячок? У него глазки такие, девочки. Потому что его нашли на море. Вообще сказали, что он мог ослепнуть. Его нашли на море от того, что он сидел в скалах. И там камни были раскалённые от этой жары. Вы можете себе представить, открытая, ну, пляж, море. Вот. И от того, что воздух солёный, вот, разъедал глаза. Сам свет, вот этот вот луч, разъедал глаза. Вот морская вода, вот этот песок, вот это вот всё. У него глаза сильно закисали. Тогда ещё говорили, не дай бог потерять зрение. Но всё обошлось. Он вообще очень тяжело даётся, так, чтобы вот его взять. Это надо прям вот время, прямо высредить его, взять, чтобы помыть ему глазки аккуратно. Потому что он вас царапнёт. Ну, не специально, но он царапнёт вас. Девочки, всем отличных выходных. Всем отдыхать. Я там смотрю в Инстаграме, сделала фотографию, сделала пост. Говорю, ну и шо, говорю, подписывайтесь на мой Инстаграм. Вот. Я говорю, ну шо, говорю, это самое. Кто куда сегодня. Девчонки там все на море, короче. Кто на даче, девочки, Инстаграмщики. Короче, привет вам, Инстаграмщики. Кто на даче. И боголомно все едят шашлыки. Вот. Девчонки, у кого детки заболели, ветрянка. И всем остальным. Выздоравливайте. У меня тоже, кстати, ветрянка у Саши была одновременно. Я в сад их привезла. И с садика везла уже пену. София пена. Это как... Пена переводится как... Много. Много на ней было. Вот. Она даже между пальцами, на пятках. Это ужас. Ещё на солнце держать нельзя. Это ж надо. А у нас, представляете, двери были во двор. Я показала, где я жила. Старый двор. Там огромные двери. Из комнаты прям в сад выходишь. Это вот эти носки я одевала. Потому что мне казалось, что она там всё сейчас лопнет. Это ужасно. У Саши было очень-очень мало. Такая прям лёгкая форма, незаметная. В общем, девчонки, выздоравливайте. У кого где-то день рождения в Инстаграме читала. С именинниками вам. Вас. Это только начало. Всё будет хорошо. Потому что не плакала я специально на видео, кто пишет. Честно говоря, так просто получилось. Я же говорю, минуты такие слабости не бывают. Господи, дай Бог, чтобы они были у каждого. Потому что в такие минуты пересматривается ваша жизнь и вообще отношение к жизни. Это не есть плохо. Когда у вас есть такие минуты, и вы можете порассуждать на эту тему. Поэтому я ничего здесь плохого в этом не вижу. Наоборот, вы рассуждаете, вы гоняете свои мозги, свои мысли гоняете. Ничего, это дурная провичка. Вот это. И так груди нету. Это встану вот так. Ещё, знаете, живот. Ещё осталось на живот руки положить. Знаете, это ужасно. У меня крепатура вообще полностью по ногам. Между ног, за ногами, под коленями. Ой. О. Спина всё болит. А я ещё думаю, вчера, да, что мы тут делали? Девки, как две мухи, занимались. Думаю, я там что-то пыталась скакать, как дурочка. Потому что они выбивали тебя из... Ну, смотреть, когда там вяло всё делают, выбивают из ритма. Я ещё про себя подумала, думаю, боже, больше не пойду с ними в группу. Потому что это тяжело морально. Ну, реально. Люди не работают. Вот. А какой-то, оказывается, я так хорошо работала, что у меня крепатура вообще конкретная просто. Вообще. Я хожу еле-еле. Всё, девчонки, мальчики, мужчины. Всех с выходными. Миру мир однозначно. Прокладок, зубов красивых. Фигур шикарные. Девчонки. Ну, басарам. Вот. Чтобы было всё-всего-всего-всего хорошего, того, что вы с вами желаете. У меня водичка с лимоном. Кстати, надо лимон достать и выжить его. Я всё время нажимаю лимон. Мне нравится. Я же говорю, что холодильник без лимона, это не холодильник. Это пустой холодильник. Боже мой. Это боги. Это боги. Это боги придумали лимоны. Всё, девчонки, всем пока-пока. Если кого-то я обидела, не обижайтесь. Если кому-то было важно, для меня тоже это очень важно, что вы об этом пишете. Потому что поддержать кого-то хочется, а вас много. Я надеюсь, что я поддержала, если я поддержала хоть одного, больше одного человека, то это видео вчерашнее, оно было не зря. Если хотя бы до одного человека я достучалась, переменила его мировоззрение, то это того стоит. И всё остальное, что пишется в негативной форме, вы знаете, что мне как-то влетело, и сюда оно вылетело. То есть абсолютно никак. То есть главное, что если есть единомышленники, и ты кому-то можешь помочь, это для меня очень важно. Я прям вообще чувствую себя Терезой, короче. Всё, всем пока, девчонки. Всем хороших, ладно?